Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Народный контроль. Депутаты продолжают мониторинг цен в магазинах. Бобруськие производители представлены в широком ассортименте. Есть ли нарушения? Опаснее чужого дяди. Следственный комитет раскрыл подробности дела о педофилии. С 2011 по 2017 год мужчина неоднократно подвергался на весь сексуальному насилию. Болезнь или порог. В переплетении столетий жителям предлагают придумать туристический бренд Бобруська. Это узнаваемость города не только в пределах Республики Беларусь, но также и за рубежом. Куда отправлять идеи? А также плановое учение, контрольные проверки и заветные цифры. Минобразование подвело итоги репетиционного централизованного экзамена. Какой средний балл? Спасибо за покупку. В Беларуси продолжаются мониторинги цен в магазинах. Каждый день десятки объектов во всех областях. Товары должны быть приемлемой стоимости и достойного качества. Это относится и к продуктам, и к детской одежде. В торговых надбавках разбиралась Татьяна Горбач. Комитет госконтроля с начала года проверил около сотни ритейлеров. Нарушения зафиксированы в 80 объектах. Работа пяти приостановлена. На страже социальной справедливости представители управления торговли и парламентарии. Сперва проверяют молочку, колбасы, крупы и овощи. То, что ежедневно попадает в корзину горожан. От внимательного взора не ускользает ни одна деталь. От цены до ассортимента. В нашем магазине соблюдаются минимальные торговые надбавки на все продукты питания. Ассортимент у нас широкий. От молочных продуктов, колбасные, бакалея, виноводочные. В общем, все группы товара присутствуют в нашей секции. Несмотря на то, что у нас всего 75 квадратных метров. На особом контроле детские товары. Парламентарий сверяет предельные торговые надбавки на одежду и игрушки. Нарушений нет. Да и с документами полный порядок. Цены демократичные. Более того, многие отечественные производители идут навстречу покупателям. Бобруйск-трикотаж, например, до конца февраля предлагает скидку в 10%. Бобруйские производители представлены в широком ассортименте в данном торговом объекте, что не может не радовать. И отмечается высокий ассортиментный перечень товаров. И по цене каждый потребитель может найти здесь желаемую цену, желаемый товар по своему карману. Проверке подлежит и крупный супермаркет. Выбор не случайный. Магазин в шаговой доступности с широким ассортиментом привлекает покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. Нарушений здесь нет. Незначительно подорожали сезонные овощи. Но торговые надбавки в пределах нормы. Более того, действуют скидки. Активно идет реклама белорусских товаров. Они представлены на самых заметных полках. У меня еще есть 10-процентная скидка социальная. Ну, так как иногда товары берешь такие. Ощутимо. Например, на яйца, вот если 3 рубля 30 копеек, это ощутимо, конечно. Механизм формирования стоимости товара в стране отлажен. На некоторые позиции ценник даже снизился. Нет ни пустых полок, ни массового закрытия торговых объектов, ни дефицита продуктов. Ключевая задача госорганов – не ужесточить рамки для работы бизнеса, а исключить завышение цен. Президент четко дает понять. Во главе угла – интересы белорусов. И это главное. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В семье не без урода. Следственный комитет раскрыл подробности дела о педофилии. Еще в 2017-м пару, которая вела социальный образ жизни, лишили родительских прав. Троих детей забрала судслужба. После их усыновили. Спустя время у супругов родился четвертый ребенок – девочка. Старшие изредка навещали биологических родителей. Как-то один из ребят обратил внимание на замкнутое поведение четырехлетней сестры. Малышка явно сторонилась отца. Подросток поделился опасениями со своей приемной матерью и рассказал собственную страшную историю, которая впоследствии стала основанием для возбуждения уголовного дела. Следствием установлено, что с 2011 по 2017 год мужчина неоднократно подвергался на весь сексуальному насилию, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предъявлены обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Горе отец ранее не судим. По месту работы характеризуется как хороший специалист. Экспортный потенциал, централизованный экзамен и передовые разработки. В Могилев заглянет выставка «Беларусь интеллектуальная. Когда?». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси стартовали плановые учения пограничников. По замыслу тренировки создана сложная обстановка, которая позволяет максимально отработать слаженность действий всех подразделений. Особое внимание – вопросам усиления охраны участков госграницы, поиска и ликвидация вооруженных формирований и борьба с условными диверсантами. Маневры продлятся две недели. Минтранс анонсировал масштабные проверки маршрутных такси. Речь о техническом состоянии автомобилей, наличии необходимого оборудования и документации, разрешающей выполнение пассажирских перевозок и проведение предрейсовых медобследований водителей. Рейды будут осуществляться совместно с сотрудниками ГАИ и других государственных ведомств. Экспорт белорусской сельхозпродукции в прошлом году достиг 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Основной стратегический партнер – Россия. Туда поставляется порядка 70% наших товаров. Появляются и новые рынки сбыта, в частности, страны Азии и Африки. Больше стало продаваться колбасных изделий, мясных консервов и продукции переработки. Минобразование подвело итоги репетиционного централизованного экзамена. 100 баллов у 115 школьников, 0 – у 110. Что касается предметов, максимальное количество по математике набрали 48 учащихся. По русскому и белорусскому – 18. Иностранному языку – 27. Обществоведению – 12. Биологии – 5. Химии – 4. Физики – 1. Тест стал простым для большинства участников. Средний балл на отметке 50. В Могилеве с 24 по 26 февраля пройдет выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». В спорткомплексе «Олимпийцы» будут представлены передовые разработки. Свои инновационные возможности продемонстрируют университеты и предприятия региона. Недавно аналогичный форум состоялся в Минске и вызвал живой интерес посетителей. Поэтому принято решение провести его в каждой области. Защита национальных интересов. «Беларусь» подвела итоги региональных учредительных собраний по формированию партии. Участниками стали около 16 тысяч жителей. Только в Могилевской области свыше 5 тысяч. В основном это люди с активной гражданской позицией разных возрастов и профессий. Определены 992 человека, которые станут делегатами. 18 марта в Минске утвердят программу «Устав» и изберут руководящие органы новой политической силы, которая выразит интересы всего беларуского народа. Решение продиктовано самим временем. На сегодняшний день уровень политической культуры нашего общества очень вырос. И наши люди сегодня хотят сами строить свое будущее, будущее своей страны. Теперь действия политических партий регламентируют обновленный закон. Увеличивается численность объединения. Минимальный порог для регистрации – 5 тысяч человек. Иностранное финансирование под запретом. Помощь могут оказать юрлица. Но не более тысячи базовых величин в год. По новым правилам структура должна быть представлена во всех регионах страны. Прописана и возможная ликвидация в случае деструктивных действий. Таких, как пропаганда войны и экстремизм. Добро пожаловать! Жителям предлагают придумать туристический бренд Бобруйска. Это должен быть уникальный слоган и логотип. Только в прошлом году город на Березине посетили почти 8 тысяч иностранцев. А ведь нам действительно есть что показать. О местном колорите Ольга Васенда. Бобруйск – один из старейших уголков Беларуси. Крупный промышленный и культурный центр Могилевской области. Неповторимый колорит, увлекательная история и незаурядная архитектура. Именно это привлекает иностранцев. Только в прошлом году наш город посетили 7 856 зарубежных гостей. В основном – россияне. Благодаря безвизу больше стало и жителей Литвы, Латвии и Польши. Визитная карточка – гостиница «Турист». 2021 год для нас стал успешным. Мы даже получили диплом первой степени по финансо-экономическим показателям. 2022 год стал еще лучше. Благодаря нашей сплоченной команде, темп рост выручки по сравнению с 2021 годом составил 105%. Рентабельность продаж 2021 года – 3,7%, в 2022 году – 8%. Сегодня Бобруйск в поиске туристического бренда. Предложить слоган и логотип может каждый житель. Короткая эмоциональная фраза должна отражать наши ценности и привлекать внимание. А визуальный символ – иметь оригинальное начертание, графически стилизованный образ. Главное – уникальность и индивидуальность. Свои идеи можно высылать до 1 марта на электронный адрес на экранах. Это узнаваемость города не только в пределах Республики Беларусь, но также и за рубежом. В бренд может входить инфраструктура, наши оздоровительные организации, наши экскурсионные маршруты и многое другое. В 2022-м разработано 10 туристических маршрутов, которые постоянно обновляются. Самые популярные – тур выходного дня. Таки да, это Бобруйск и Шалом, мой друг Шалом. В числе достопримечательностей – крепость, музей, кинотеатр «Товарищ», дом Купчихи Кацнильсон, социалистическая синагога и еврейский дворик. Учащиеся третьей гимназии разработали гид по городу. Здесь можно узнать программы, путешествия и познакомиться с краткой исторической справкой. Интеллектуальный путеводитель создала и педагог-организатор технологического колледжа. Пешеходная экскурсия охватывает 14 мест. В каждой локации есть описание и задание. Прогулка рассчитана на полтора-два часа. Расстояние – 3,5 километра. Я очень люблю путешествовать. И когда-то такого формата экскурсию я, скажем так, поучаствовала в городе Минске. Потом стала изучать этот вопрос. Оказалось, что в целом формат квестбука появился в 2016 году. У нас белорусы лишь только в Минске. Ну и вот пришла идея попробовать сделать у нас в городе. Я думаю, что это у меня получилось. Экспорт туристических услуг за минувший год – свыше 128 тысяч долларов. Только 62% – вклад в санатория имени Ленина. Популярностью пользуется программа реабилитации постковидных пациентов. Всего в пансионатах и профилакториях Могилевской области в 2022-м отдохнуло почти на 10% больше человек, чем годом ранее. Продано свыше 45 тысяч путевок. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. По ту сторону экрана информационное агентство Бобруйск Медиа объявляет кастинг. Телеканал Бобруйск 360 ищет корреспондентов. Главные критерии отбора – грамотная речь, хорошая дикция и неординарное мышление. Профильное образование приветствуется. Если у вас есть интересные идеи и желание трудиться, присылайте свои резюме на нашу электронную почту. Приложите фото, укажите возраст, прежние места работы и номер мобильного телефона. Кастинг, где, в принципе, может принять участие любой желающий. Главное – это креативность и способность работать в команде. Если у вас была мечта попробовать себя в роли профессионального телекорреспондента, вы хотите работать в масс-медиа, мы с удовольствием ждем вас у нас. Новые голоса ищет из эфира ФМ. К анкете приложите промо-запись голоса и контактные данные. Связаться с нами можно и через директ Инстаграм-аккаунта. Подробности по телефону 725024. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!